После этого я вспоминаю, что я имею в виду Аль-Ания. Да. Аль-Ания, я вспоминаю боб Аль-Ания в китабе Тахара. Также поговорим о сосудах, в которых содержится вода, и ученые по филху об этом говорят в разделе Тахара, очищение. Потому что вода, если не будет сосудов, она растечется. Она нуждается в сосуде, в котором халяль. Основа в этом сосуде должна быть, что этот сосуд должен быть чистый и дозволенный, халяль. Из этого исключается, чтобы сосуд не был из золота или серебра. Что касается сосудов-кафиров, если мы знаем, что это в основе своя начистое, то мы становимся в том смысле, что это чистый сосуд. А если же нам становится известно, что там есть какая-то начистое, то мы моем сначала этот сосуд. А если есть какое-то сомнение в сосуде неверующих, то мы возвращаемся в своей основе. Это то, что все сосуды чистые. А если собака полежит какой-то сосуд, то этот сосуд должен промыться семь раз и первые два раза песком, пылью. То есть первый раз, когда моет, пылью моет. То есть первый раз моет пылью, а после этого шесть раз моет водой. То есть моет, полоскает, шесть раз повторяет. Аллах знает лучше. Ну ага.